Нынешнему Ниссану 370Z пора отправляться на покой, ведь машине-долгожителю почти 12 лет. Новое поколение не просто на подходе, а уже фактически представлено, пускай и в формате ходового прототипа. Финальные спецификации раскроют позже, а сейчас Ниссан опубликовал ключевые факты. Среди них анонс нового силового агрегата. Это битурбомотор V6, с которым состыкует шестиступенчатую механику. Как успели разузнать японские СМИ, новый двигатель выдаст больше 400 сил, а помимо ручной коробки будет и автомат. Но всё это расскажут во время премьеры, которая, скорее всего, состоится лишь через несколько месяцев. А пока единственные точные характеристики – это габариты. Новое поколение станет заметно длиннее нынешнего, но не шире предшественника. По предварительным данным новинка получит индекс 400Z. И только дизайн можно рассматривать как законченное произведение, поскольку перед нами фактически серийный автомобиль. Представляя прототип, ниссановцы не стали навешивать камуфляж или уродовать пропорции, чтобы запутать публику. Надо признать, что команде под руководством Альфонсо Альбайсе удалось скомпилировать характерные черты всех предыдущих поколений модели. Притом до прямого копирования какой-либо предшественницы дело не дошло. Салон по современным меркам тоже вышел ретроспективным. Во всяком случае, отдельными приборами на центральной консоли сейчас не балуется, пожалуй, никто. В эпоху огромных тачскринов это выглядит милой ностальгией по недавнему прошлому. Если будущий Ниссан создается для асфальта, то новая версия фордовского рейнджера заточена под бездорожье. Машина со странным названием Tremor встанет на ступеньку ниже Раптора, тем более, что до американского рынка последний добраться не сумел. Итак, Форд Рейнджер Тремор – это мощная защита снизу, блокировка заднего дифференциала, дополнительные буксировочные проушины и полностью переделанная подвеска. Последние, среди прочего, использованы спортивные амортизаторы. За весь комплект доработок, включая перешитый салон, попросят около 4 тысяч долларов. И это справедливая цена, учитывая, что силовой агрегат остался неизменным. В других странах, кроме США, новинка продаваться не будет.